Так, начнем с того, что датчик. Датчики передних колес, положение кузова немножечко начали барахлить. Вот я их сейчас проверю. Отъехали с Геленджика в авторежиме и в режиме комфорт все отлично. Спорт, то есть в спорте машина начинает, ты едешь, а он тебе начинает переключаться из спорта в авто, то есть он начинает на самом деле все на месте, но здесь вот на мониторе начинает показывать, что что-то не так. То есть он то в спорт переключается, то останавливаешься он тут же в авто переключается. То есть он начинает, то есть это первые симптомчики. И еще, то есть когда вы начинаете подниматься в... Вот сейчас я в оффроуде, да? Вот. А если еще раз, то есть в экстра оффроуд, то он не поднимается. То есть машина не поднимается. Компрессор гудит, это самое... Ну машина не поднимается. То есть это вот как раз с пневмоподвеской все нормально, дело в датчиках. Перегревается компрессор. То есть в принципе ему датчики не дают подняться. Это первый из два ночи, потому что потом, когда они совсем закиснут, датчики, они просто сломаются. То есть машина поднимется, но обломит датчики. Поэтому их надо проверить. То есть если у вас... Мухи летают полосатые. Если у вас есть вот такие вот симптомы, то есть машина не поднимается в экстра, но с пневмой все нормально, она не сдувается, все просто не поднимается. Либо выползают какие-то ошибочки. Это датчики. И смотрим передние, потому что задние более-менее защищены и с ними все нормально. Я сейчас покажу, что и как. Включаем зажигание и блокируем, блокируем. Дверку закроем. Так, у меня еще дневной свет, сейчас надо отключить. Лампочки у меня перегорели. Короче, заходим в менюху. Свет и дневной свет, потому что у нас зажигание. Климат тоже выключим. И отключим монетолу. Все, чтобы поменьше. Так, блокируем. Все. Заблокировали, потому что не заблокируйте машину. Вы ее поднимаете с этой стороны, а он поднимает правую сторону. Вы еще выше поднимаете. То есть, есть возможность вообще сорваться с данкрата. Поэтому блокируем. Идем снимать колеса. Так, короче, что нам понадобится? Ну, нам понадобится. Возьмем сразу все. Наба. Датчик у нас. Вот он. Вот он он. Натчик. Сейчас будем откручивать. Так, первым делом снимаем кожух. То есть, в принципе, вот он. На проводке. Здесь поддели. Открыли. И здесь. Все. То есть, мы ее сняли. Короче, туго-туго идет. Вот эта беда. Вот она. То есть, она так защелкивается. И вот так. Не знаю, видно, нет. Короче, ее отстегнули. Вот он, датчик, получается. Остался один. Сейчас будем откручивать датчик. Короче, открутил. Датчик. Самое сложное, это вот эти две гаечки, которые держат просто сам датчик. Понадобилось сам шестигранничек и шестигранник. Головка, получается. Все смотрим. То есть, вот здесь, на самом датчике, вот он. Отлично, да? Все отлично. Вот. А вот здесь, вот на эти... А, да, кстати, вот эта верхняя, верхняя часть крепится. То есть, ее надо просто вытолкнуть. Получается, расклинивается. То есть, вот эти, если надавить, сюда вылезет и... Вот он. То есть, его нужно аккуратненько... Аккуратненько... О, какой-то угой. Вот. То есть, вот он. И вот здесь, вот он, да, он уже проскальзывает. То есть, он... Вот он, не крутится. То есть, сама... Она просто проскальзывает. Вот нам ее надо сейчас и разобрать. Так, как выкрутить без тисочков. То есть, вот сюда вставляем ключик. На 10. Сюда ставим головку на 10 и попытаемся открутить. Все, датчик у нас пошел. Снова выкручиваем. О, гаечку сняли. И вот взять, да, сколько ржавчины на болте, который... Просто крепление, да, и ответственный механизм. То есть, все в ржавчине. Все, вот он, получается, он закис. Он даже там не двигается. Все, вот. Намертво. Намертво. Болт в кис. Я думаю, то же самое будет и здесь. Кручек на 10. Все это выкручивается. Так, надо не забыть поставить метки, да? Что, да, где. Что, откуда. Так, ну и, соответственно, вот она, эта самая опора, шаровая, подвески, рчага. Ну, это... Вот она, получается, новая, да, которую должна вставить вот здесь. О, даже расшаталась уже. А это нет. Это до сих пор, вон. Все. Поэтому, когда вторая... Начали прокручивать. Вот когда вторая так же закиснет, пневмоподвеска поднимается и просто... Датчик и ломается. Отдельно эта штука не продается. Ну, как-то можно выйти, наверное, из ситуации. Ну, короче, надо... Надо сейчас все это вынуть. Продолжение следует... Вау, он проскакивает. Вот он. Почему он еще сам не сломался? Почему он не сломался? А если бы он и тут закис, он бы обломился. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот теперь он работает Все, да, вот теперь он правильно работает Изначально я снимал головку на 10 и тут ключ на 10 Теперь только на 8, то есть в чем разница эта Теперь все работает Теперь все мягко Так, ну а все, дальше на месте стоит Вставляется он легко Все, вот так вот ставили, оп, вверх его просунули Все, и вот этот вот шпиндель просто Оп, забили, все, он тут и расклинился Все, и на мертво сидится Все Осталось надеть электричество Проводочки подсоединим и все Датчик готов Так, все, датчик на месте Ставим колесо, разворачиваем машину и снимаем второй Та же сам процедуру Так, опустили машину С Денткрата Сразу смотрим Зад Да? Очень много А здесь машина упала Упала на подушке прям почти Смотрим Так, выскочила ошибка Пневмы Так Короче, перегрелся Так, сделали перезапуск Двигателя Вот, машина сразу поднялась Но, опять-таки, спуститься он не может Почему-то спуститься не может Хотя здесь уже все Так Ну, поднялась машина Здесь вроде как в норме Машина не может откалиброваться Так и мигает Так, все вроде Нормализовалось Сам откалибровался Сейчас посмотрим Так, ошибочки Все Все, отлично Сухо Сухо Поехали Вот Тоже Хоть он и пошел А Видишь Уже Все Субтитры сделал DimaTorzok Так, все на месте Вот, все мы поставили Вот, кстати, штуцер весь в резине, но он замовиленный, и ему плевать Плевать на все Спускаем Все, сейчас протягиваем и посмотрим, как оно все поднимается Подождите, пока наполнится этот самый ресивер, компрессор работает Ну, сейчас, наверное, проедемся немножечко В общем-то, покатался я, получается, подвесочкой поработал, чтобы колесики переключались Вверх-вниз, слева-вправо Вот Все, машинка вроде стабилизировалась, никаких ошибок не показывает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok